Я включила на запись. Итак, теперь уже то, что я называю техническим моментом. А у нас все равно еще немножечко будет. Сейчас все, кто часто пользуется зумом, все будет нормально. Мы уже в контакте. Если у кого-то первый опыт, если начинаются не гораздо, варианты поведения. Первое. Закрыть все вкладки, которые есть на компьютере. Все лишние вкладки, особенно видео вкладки. Второй момент. Перезагрузить программу Zoom, возможно. Или перезагрузить свой носитель. Сейчас я работаю на ноутбуке. У меня вы все на экране. Кто работает в телефоне, вам, возможно, придется, если у вас режим докладчика не включен, вам, возможно, придется листать странички. Итак, еще раз теперь уже как официальный момент. Всем здравствуйте. Искренне рада всех вас видеть. Мы встречаемся в открытом пространстве для расстановщиков. Цель нашей работы – это усовершенствовать свою работу онлайн и по возможности иметь конкретные идеи для вас всех на это, которые натолкнут, возможно, для работы со своими клиентами. Но здесь еще один маленький момент. Сегодня мы попрактикуем и каждый для себя. Я Ирина Жабская. Сейчас, будучи членом нескольких профессиональных сообществ, отмечаю, что в данной ситуации я выступаю как член Украинской ассоциации системных расстановок. И план, протокол нашей встречи был написан в группе «Открытое пространство для расстановщиков». Сейчас у нас идет представление «Технический момент». Сегодня свой класс представит Ирина Бондаренко. Ир Макни вот так вот ручкой. И я в открытом пространстве для знакомства выложила наше с тобой интервью, диалоги о расстановках, которые мы делали в преддверии конференции. Я уверена, что те, кто будут смотреть записи, единственное, чего они будут лишены, это возможности поработать в троечках, как мы с вами будут делать. Но умному достаточно. Я думаю, вы со мной согласитесь, что все работающие, все практикующие расстановщики, в основном все идут своей... Каждый идет своей дорогой, но примерно мы все идем с вами одним путем. В группе онлайн, особенно про расстановочные практики, имеют свою специфику. И у меня такая поговорка. Вот когда я в очередную учебу пошла, вот Федрису Лауру, у меня четко... Впервые это у Светланы Васильевны Святозаровой на курсах у меня стрельнуло, а теперь у Лауры. Берт Хеллингер, тот, кто учился классическим расстановкам по Берту Хеллингеру, научил летать, в прямом смысле этого слова. А сейчас время научиться ходить пешком и ходить очень и очень медленно. Вот у Александра Васильевича есть в системном моделировании четкость языка и четкая описательная база. А все мы остальные грешим, что сложно в этих вопросах. И поэтому, когда, пообщавшись с Ириной, я увидела, что выстроился реальный протокол, который можно взять в действии с руки и применять в работе. Творчески, естественно, дело применять. Но цель, повторяю, цель нашей сегодня встречи — ухватить идею, посмотреть, кто как применяет, будет другой момент, но и одновременно поработать с собой. Единственный маленький нюанс. Впервые о работе с материнскими клетками от Ирины я услышала на фестивале у Мастеренко Тани. Ну, естественно, что я сделала? Сразу «Ум, все понятно, побегу, поработаю». И тут я, когда начала работать, я поняла. Я начала сразу делать что-то по-своему. Я уловила у Ирины идею, да? И не вслушалась, и решила, нет, надо по-другому. И поэтому, когда предложила поговорить, мы пообщались и выполнили работу. Я говорю, знаешь, этим надо поделиться с коллегами. И так сейчас я представляю, вы все наверняка знаете, вот, Верочка, я прошу тебя, слово тебе передай. У всех там все слышно, видно? Замечательно. Напоминаю, что мы все с вами в домашних условиях, вы можете легко выключать, если с наушниками работаете, вот мой шум домашний не фонит сейчас никому. Вот, поэтому с наушник, не, ну, если там шум, то, конечно, лает собака конкретно, шуршит внук конкретно совершенно. Ну, вот в таком режиме работаем. Верочка, я предлагаю как-то, как говорите, Ирина, с участием звук, когда мы не будем ремонта слышать. Если это не проще. А вот, теперь смотрите, если у кого-то сейчас, вот, все выключите все звук, и вы увидите, когда выключен звук, если у кого-то у одного есть фон, если у кого-то у одного есть фон, то он слышен будет всем. Поэтому выгодно включать микрофон только тогда, когда непосредственно ты сам говоришь. И, Ир, пожалуйста, я предоставляю тебе слово. Познакомь нас, первое, как ты вышла именно на эту тему, и что ты можешь сказать о теме материнской клетки. Потом дальше у нас пойдет демонстрационная работа. Мы разделимся на сессионные залы, поработаем друг с другом. Вот. И дальше обсудим, что у нас получилось. Пожалуйста, Ир. Добрый день. Ну, во-первых, для меня совершенно неожиданно, что много метров. Поэтому так немного стрёмно. Да ладно. Нет, это серьёзно, да? Я думала, будет человек 5-6, и такая милая домашняя беседа. Ну, так как есть, да? Будем работать так, как есть. Почему эта тема вот сейчас она обострилась и сейчас важна в связи с тем, что происходит за окном? Тема здоровья у всех сейчас на слуху и важна, да? И в связи с этим, ну, ещё в феврале, когда только начиналось, провели 4 исследовательских лаборатории именно по вирусам, по заболеваемости не конкретно этому вирусу, а вообще по болезням и по иммунной системе, да? Связи с иммунной системой. Вот отсюда, из этого разговора нашего с Ириной Жапской вышло всё вот дальнейшее, что сейчас происходит, да? То есть, понимать, что происходит в нашем организме и руководить им грамотно, для этого нужно иметь, наладить информационные связи со своими внутренними системами и органами, да? Я исхожу из того, что закон иерархии, он не приложен, да? И для микрокосмоса нашего, для наших внутренних систем, мы как иерархи, да? И в каждом органе, почему я работаю не с органом вообще, а с материнской клеткой? Потому что там тоже есть иерархичность, да? И разговаривать с народом, с толпой народа на улице или разговаривать с президентом страны, это разные вещи. Вот разговаривать с материнской клеткой, это как разговаривать с президентом страны или там с ООН, там я не знаю с кем. Это с главным разговаривать, да? И то, что интересно еще выявилось, что когда я начинала лет 5 назад работать с материнскими клетками, то даже у продвинутых людей материнские клетки у многих спали. И просто заместитель стоит с закрытыми глазами в таком сонном состоянии. Сейчас я не физик, хотя инженер. Вы знаете, что меняются вибрации, частота шума, мы утончаемся, мы пристраиваемся к этому утончению как-то. И тут перестройка наших внутренних систем тоже идет. И всяческие сбои тоже возможны. И поэтому важно тоже, чтобы мы были на связи со своими внутренними системами, со своими внутренними органами. И информационная связь была налажена. И вот работа с материнскими клетками, она как раз помогает понять, что происходит, я не договорила. А сейчас даже у простых людей, ну как бы с улицы человек зашел на лабораторию, ну относительно с улицы, и материнские клетки не спят. Они открыты, с открытыми глазами заместители стоят и готовы к работе, готовы содействовать. Вот примерно за пять лет вот сейчас такие изменения. Я не знаю, я думаю, что расстановки и все прочее тоже способствуют тому, чтобы мы внутренне просыпались. Да, потому что мы же работаем, нам надо выйти, выстроиться вот в этот ноль, да, выйти там в середину, хорошо прислушиваться, уметь прислушиваться к себе. Расстановщик, он прежде всего прошел школу хорошего заместительства. Ну, согласны, я думаю, со мной все. Вот. Поэтому умение прислушиваться, понимать, что происходит в себе, это одно из отличий расстановщика, да, и заместителя хорошего. Про хороших заместителей еще мы говорили, да, с Ириной. Вот. Я думаю, что вы тоже сталкивались в своей практике, что бывают такие заместители, которые как заместители очень хороши, но их потом после расстановок рвет на хомячки. У них там, они все, какое-то время пропадают, не выдерживают. Люди, я тоже как бы смотрела на это, посмотрела на этот вопрос, и что получилось? Что люди, которые занимаются многотелесными практиками без духовного или ментального, или какого хотите, роста, да, внутреннего, у них получается разрыв. Тело чище, чем ментал. И тогда тело, они считают хорошо, клетки слышат, а ментал не догоняет, не переводят. Понимаете? И тогда получается у них сбой после расстановок. То есть нам важно быть в гармоничном, чтобы тело, дух и душа были в гармоничном состоянии в связи с друг другом. Вот. Дальше. О работе с материнскими клетками. В связи с вирусом мы, конечно, смотрели на материнскую клетку иммунной системы. Но начинали мы только с органов. Сердце и мозг я вообще побоялась еще трогать, поэтому с этим не сталкивалась еще ни разу. Да. Что могу сказать? Что материнские клетки, они всегда могут дать вам очень простые рекомендации, что им нужно. Простые, какие-то простые совершенно рецепты. Описывают прямо вот такая травичка, вот такие цветочки, вот дай листочек, я тебе нарисую. А что делать? Пить и пить. И там, в общем, разные рецепты прямо конкретно говорят. Всегда очень простые. Или там, мне надо больше свежего воздуха, или больше движений, или что-то, ну вот такие простые, да. И когда в дальнейшем, я так думаю, что когда мы наладим контакт со своими, с отдельными органами и системами, в дальнейшем нам нужно будет двигаться к тому, чтобы там между ними тоже было гармоничное взаимоотношение. Потому что, ну, отдельно выжила печень, а все остальное умерло. Ну, как бы, все должны взаимодействовать. Вот вирус же, да, сейчас этот, он же тоже должен как-то адаптироваться в нас, прижиться, стать менее агрессивным, и мы должны к нему адаптироваться. Ведь всем известно, что в нас есть всевозможные грибы и палочки коха и всякие прочие вещи. Просто они в неком балансе находятся, да. Это когда скачок, тогда плохо, а когда гармонично, тогда, ну, как-то так вот, живут внутри нас. Чем еще я сталкивалась в работе с материнскими клетками, и вы можете столкнуться тоже, это дважды мы столкнулись, ну, кто в это верит, мы назовем это сущностями, кто не верит в это, мы назовем это минусовыми матрицами, но дважды я сталкивалась в работе вот с такими вещами, просто, ну, как, практически мы на практике вычислили это, что это, да, что с ними важно в работе, их важно увидеть, пригвоздить, что я вас вижу, и важно найти им имя, то есть обличить, назвать, и тогда нужно их, можно их, ну, скажем так, послать, отправить, вот, и тогда связь с системой, ну, с материнской клеткой налаживается. Ну, тут, возможно, совершенно различные взаимодействия с материнской клеткой. Очень работа сама, очень простая, ставишь заместителя, побудь, пожалуйста, материнской клеткой, моей, ну, какой орган вас беспокоит? Печени, вот я, например, сейчас работаю с зависимыми людьми, мы смотрели печень у них, у многих, ну, у них же страдает печень в основном, хоть у наркоманов, хоть у алкоголиков, вот, работали с печенью, сейчас важно с иммунной системой, вот, со зрительной системой можно работать, так что по выбору. Особой сложности тут нету, тут для меня эта работа важна тем, что наши клетки должны, ну, как бы, глобально мы должны просветлеть, да? Преображение в фаворском свете написано это в Библии, да? Наши тела должны просиять, наши клетки должны помудреть, потому что мы все равно куда-то утончаемся и куда-то переходим в более какие-то тонкие, вибрационные, не знаю, слои, пласты, о чем речь. Ну, вот, примерно теоретически и все. Если есть вопросы, я готова ответить. Знаешь, у меня такое предложение. Перейти к практике, так как мы написали в протоколе, что будет демонстрационная работа, потом мы делимся на группы по три человека, те семьи, которые в парах. Ну, посмотрите, как получится. Сейчас в процессе демонстрационной работы мы посмотрим, как... Всем ли будет понятна последовательность работы, потому что я вот именно говорю, именно о протоколе действия. Здесь все очень опытные люди, у каждого совершенно есть свое видение. И вот то, чем я сталкиваюсь, особенно на обучениях у других мастеров, что всегда вот собственное видение очень трудно отодвинуть, побыть вот этим учеником, который действует по предложенной схеме. Потом будет интеграция, потом появится что-то свое. Вот, поэтому я предлагаю сейчас нам всем немножко так встряхнуться, настроиться, перейти в демонстрационную работу. Давай я добавлю пару фраз. Давай. Что тут, в принципе, важно? Важно, что я тебя вижу, сейчас все мое внимание направлено на тебя, ну, там, например, материнскую клетку иммунной системы, да? Ты мне важна, ты моя, что-то из этого плана. Чем я могу тебе помочь? Вот алгоритм примерно такой. Знаешь, я предлагаю так. Вот ты выполнишь демонстрационную работу, а потом еще раз оформишь именно алгоритм. Я случайно пользуюсь словом протокол и алгоритм. Потому что при всем творчестве, при всей самостоятельности, как меня жизнь научила, что есть понятие школа, да? Ну, чтобы освоить чью-то другую школу, свою надо на три минутки забыть. Я жестко через это прошла. Поэтому вот ты предлагаешь сейчас, с кем бы ты сама, к тебе выбор, с кем бы ты сама хотела поработать, или, может, у людей спросим, чтобы сейчас у нас будет один клиент и два заместителя. Мы думаем, мы с Ирой работали вдвоем, она себя позиционировала, но Ира приняла решение, что для работы выгодно иметь минимум три человека, так? Ну, чтобы был наблюдатель, да. Давай, ты ведешь этот процесс, какую тему ты предлагаешь, и как ты скажешь, у людей спросишь? А, вот Андрей написал вопрос в чате, он написал, что понимается под материнской клеткой органа, первичная клетка, из которой развивался орган у плода, или что? Хороший, Андрей? Да, да, да. Я бы сказала, что да. Но это можно еще поисследовать. Я скажу другое. Здесь вот момент того, как задать контент, это очень сложнейший момент. Потому что, как работать с иммунной системой, что такое материнская клетка, тоже иммунная система. Ребята, иммунная система, это система, состоящая из такого количества последовательности. Единственное, с чем я встретилась с основным, это иммунная память. Вот я у вирусологов, там, исследуют иммунную систему, ну, не исследуют, а громко. Знакомились с тем, как же задать контент иммунной системы. Что? Где? Что ставить? Тут я оттолкнулась, и когда работала, именно иммунная память. Вот это единственное слово, которое для меня показалось конкретным. Мы же тут в какой засаде? Понятие абстрактного и понятие конкретного у каждого движется. А словом мы задаем границы. Итак, пожалуйста, Ир, как ты выбираешь у людей? Будешь спрашивать, кто хочешь, сама назначишь, с чем именно для демонстрационной работы? Ну, я думаю, что давайте так и поработаем с иммунной системой. Все-таки на данный момент это важно, да? Что еще хочу сказать, что клетки повторяют за человеком. И что человек про них думает, то они и делают. Если человек думает, что у меня больная печень, она больная. Если он думает, что я не могу справиться, она думает, что я не могу справиться. Мне нравится, как ты говоришь. Но я аж только что сказала, что иммунная система, иммунная система, это большое сочетание огромных количеств. Что мы вкладываем в контент? Потому что понятно, клетка печени, понятно. Иммунная память, понятно. Иммунная система, это как? Это что, коллеги, можете поддержать? Почему? Потому что вы все уже столкнулись, что контент задается конкретностью, которую ведущий создает. Да, иммунная система состоит из нескольких органов. Поэтому, может, мы возьмем все-таки что-то попроще, для того, чтобы технологию освоить? Я не возражаю. Я не утеный, как Олег Миронов. Я простой расстановитель. Олег Миронов мудрый. И так как я с этим работаю, и ставила материнскую клетку иммунной системы уже не раз, и она действительно становится сильнее после поглощения вируса, причем она его не бьет, не выгоняет, она его обнимает, он стекает. Просто заместитель говорит, я истончаюсь и стекаю, и от меня остается одна, ну как, пленочка. А иммунная система говорит, а я стала намного больше и сильней. Знаете, все-таки раз Ира ведет, я предлагаю основу, давай, за тобой. У каждого есть свое... Давайте, ну кто сейчас такой орган, у кого-то беспокоит, кто-то с чем-то хотел бы поработать? Я могу поработать. С чем конкретно? Котонный кишечник. Сейчас, подождите, это кто сейчас у нас сказал? Алина Котенко. Алина Котенко, да? Значит, ребят, нам с вами никто руки, как говорится, не связывает. Мы можем встретиться по этой теме не один раз, для того, чтобы отработать. Каждый мог иметь свой протокол и отработать его. Но, что я, как, ну, модераторы, как-то мне обозвать-то, да? За что я переживаю? Чтобы мы не ушли ни в какой фантазии, чтобы у нас не поднялись внутренние противоречия, там, что там они там ерунду болтают, или еще там что-то. А вот, все-таки, чтобы мы вышли на вот эту, ну, скажем так, практичность каждого сам для себя. Итак, я все-таки предлагаю так. Ир, заявлено было, ты, твое, поэтому все, со всем глубочайшим уважением, со всеми мнениями, предлагаю сесть четко на урок к учительнице Ирине, ну, я же тоже учительница. И так круто притвориться, что вот, а ничего не знаю. Не знаю, мне так просто помогает. Мне лично помогает, чтобы сразу у Мишка-то, он же ж гаденыш начинает что делать. Да что, у меня по-другому, у меня вот так, вот у меня... Ну, я решаю этот вопрос так, все, я ничего не знаю. Поиграла. Итак, Ир, тебе тогда карты в руки, пожалуйста. Ты определяешь. Болю только народу не давай, а то тут сейчас у всех начнется. Что там, у кого денег, не до кого клетка, как какой там печени. Хорошо, давайте берем маленькие проблемы с тонким кишечником. Хорошо. Тебе понравилось с Алиной, да? Уточнить, что, что бесконкретно. Есть диагноз какой-то медицинский? Ну, как такого диагноза нет. Это через кинезиологию выявлено, что есть стрессовый фактор в тонком кишечнике. Точно. А физически это как-то выражается, нет? Это выражается в некой усталости и такое иногда подавленное настроение, такое, знаете, как пессимистичное. А, ничего не получится. То есть психологически больше, а физически это? Да, а физически, ну, так некий дискомфорт в животе, не особо я там иногда проявляюще. Хорошо. Кого ты хочешь, заместителю? Олег Миронов, можно тебя? Зачем мелочиться? Да, Алина, можно попросить. Хорошо, я готов. Ничего сложного. Назначаешь, побудь, пожалуйста, материнской клеткой моего тонкого кишечника. Олег, побудь, пожалуйста, материнской клеткой моего тонкого кишечника. Мам, песню с тебя! Мам, песню с тебя! Угу, я готов. И просто отслеживай, что, ну, как обычно, что происходит в теле. Прежде всего, закрываются ли глаза? Нет, глаза не закрываются. Но ты не смотришь, ты сейчас видишь Алину? Ну, то есть есть изображение на экране? Я не смотрю на нее, я ее слышу. Только слышишь, да? Да. А смотришь как бы куда-то вниз, да? Или куда? Не вниз, просто в пространство. А какое состояние, вот есть то, что она говорила, вот этой усталости, какого-то дискомфорта или что? Сейчас скажу, что происходит со мной, как с элементом. Во-первых, очень интересно. Когда Алина начала меня назначать, поплыл голос. Да. Все слышали, да? Да-да-да. Ну, как будто что-то начало растягиваться, неясные слова. Но в конечном счете достаточно все-таки понятно был определен орган. То есть я услышал, хотя было непросто разобрать именно вот то, что происходило. Момент назначения. Это для меня был такой интересный момент, как элементы. Как будто что-то растянулось такое в пространстве, длинное, тонкое. И вот оно-то как раз и прерывалось очень сильно. Это такое первое впечатление еще в тот момент, когда Алина меня назначала элементом. Следующее, что могу отследить, это очень сильное сердцебиение. То есть речь вообще не, ну, как у элемента проявился единственный орган, это сердце. Причем, сейчас скажу, какое состояние это больше связано с каким-то таким волнением и беспокойством. Ну, так, как она и говорила, какие симптомы, да? Да, то есть на самом деле включилось только сердце. Такое переживание очень сильное в этот момент было. Но в то же время такое очень, ну, хорошая материнская действительно энергия. И как будто хотелось сказать, что все будет хорошо, ты не волнуйся. Вот пока вот такие наблюдения. Алина, как ты себя чувствуешь? У меня аж слезы. Такое, знаете, как благословение от матери. Скажи просто, что я сейчас тебя вижу, и все мое внимание сосредоточено на тебе. Я тебя сейчас вижу, и все мое внимание сосредоточено на тебе. Да, я поняла, что у меня переживания. Тебе важно, чтобы с этой системой было все в порядке? Да, мне очень важно. Тогда скажи, мне важно, чтобы с тобой было все в порядке. А мне важно, чтобы с тобой все было в порядке. Как это тебе слышать? Ну, мне хочется сказать, что, в общем-то, ты не переживай, я разберусь сама. А ты сейчас начинаешь ее видеть? Ну, я по-прежнему ее не вижу, больше чувствую. То есть мне не нужно ее видеть. Ну, как будто она немножко перепутала в иерархии. Да, да, да. На самом деле, ну, как будто я здесь материнская часть. Она больше на ребенка похожа. Да, у меня только уже такое ощущение, как будто я уменьшаюсь. Ну, на самом-то деле, кто главный мне... Ну, у меня еще много любви такой, ну, и очень сердечности много, и тепла в отношении Алины. Я по-прежнему ее не вижу, потому что я какая-то такая часть, как бы сказать, дифференцированная очень. То есть, если речь идет о неком таком клеточном уровне, то точно у клеток нет глаз. Ну, то есть ты больше через слух, да? Больше ее слышишь? Да, вот слух у меня как канал включен все время, а зрения как будто нет. Алина, если тебе, ну, важно, чтобы там был порядок или как, ты можешь спросить, чем я могу тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Ну, мне хочется спросить, а чем я тебе могу помочь? Сиропонином. Ты можешь сказать, что ты можешь помочь мне хорошей работой? Ты можешь мне помочь хорошей работой. И благодарю тебя за многолетнюю хорошую работу. И благодарю за многолетнюю хорошую работу. Как тебе это слышать? Ну, мне где-то принимается. И на самом деле мне хочется сказать, что будто все органы, они идут от сердца. И если ты в хорошем состоянии, ну, сердечности и принятия, то все будет не только с кишечником в порядке. Ну, вот тебе совет, да? Что тебе надо самой научиться быть в принятии, потому что похоже, что тонкий кишечник берет часть переживаний твоих на себя. Правильно я говорю, да? Да. Похоже. Твоей тревожности. Поэтому все еще, чем ты можешь ему помочь, выстроиться гармонично внутри себя и быть в спокойном состоянии принятия. Как тебе сейчас, как ты себя сейчас чувствуешь, Алина? Да, это такое основное направление, с которым я уже вот работаю, да, это принятие, гармония, баланс, вокруг чего, собственно, вертится моя работа. Я могу еще сказать, что если вдруг я выйду из этого состояния принятия гармонии, то напомни мне, ну, своими, ну, как, действиями или своей дисфункцией о том, что я из этого вышла. Ну, как, знаешь, барометр такой, если хочешь, да? Или спрашиваешь, что напоминаешь мне? Он и так, он и так это говорит. Тогда скажи ему спасибо, что напоминаешь мне, что я вышла из состояния гармонии, что-то в этом плане. Спасибо, что как барометр показываешь мне, что я выхожу из состояния гармонии и баланса. Да, мне это важно, чтобы ты хоть, ну, как-то чувствовала эту вибрацию, да. Ну, как сигнал. Я постараю, я буду работать над тем, чтобы более тонко чувствовать тебя. Как сейчас вот? Ну, мне если принятие послания принято, то, в принципе, я выхожу из роли уже. Ну, да, все, в принципе, вот такая небольшая работа, понимание того, для чего этот орган так себя ведет, да, и что нужно сделать для того, чтобы он, ну, то есть он вот отзывается на твой выход из гармонии. Угу, окей. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Олег, это ты? Да, спасибо, это я, да. Ну, какие, ты все, Олег, рассказал, что там, или еще какие-то важные? Нет, нет, я уже вышел из элемента, поэтому... Ну, я имею в виду не как у элемента, а как у заместителя, который прожил этот опыт. Да, это уже другой вопрос, то есть, на самом деле, там, как заместитель, если что для меня интересно, то есть я знаю, там, и работал с иерархией органов, ну, это одна из наших практик в работе обучающих, да, мы студентов обучаем. И вот мне было удивительно, действительно, вот сейчас увидеть связь между, ну, сердечным центром и тонким кишечником, в общем, такое, я не думал об этом никогда, что есть вот такие, ну, тонкие связи обратные между органами. Вот, так что для меня вот это было интересно. Спасибо. Тут еще спрашивают, можно ли ставить материнскую клетку костной системы? Я не знаю, я могу то что сказать, что у нас клетки, как и мы, можем быть в трех состояниях, раба-наемника и сына Божия, да, так и клетки наши есть. Рабские — это кости, хрящи, ну, все твердые, да, более твердые. Есть клетки-наемники, это которые ты мне дашь, и я тебе дам. Есть клетки-сыновья, ну, или органы-сыновья. Сыновья — это больше мозг, сердце, печень, такие, ну, как бы, более важный, чаще всего. Ну, вот зрительная система, мы столкнулись с тем, что она, скорее всего, тоже относится к сыновьему уровню, да, ну, во всяком случае, есть зрительные системы, которые уже на уровне, и нам нужно вот это вот повысить, да, из рабов сделать наемников, из наемников сделать сыновей, и уже, как бы, вести к собору клеток, скажем так. Да, но костный мозг — это главный иммуномодулятор. Предлагаю исследовать. Я вам просто предлагаю, ну, как можно работать, и исследуйте, пожалуйста. Ира, знаешь, я сейчас очень впечатлена тем, что происходит. Не случайно я написала, позиционируя, что в ребят приглашаются практикующие расстановщики, которые понимают чуть больше, чем те, кто там познакомился и только научился. Смотрите, что сейчас у нас с вами происходит. Первое. Я немножечко в таком приятном удивлении, как, вот смотрю, знаете, у меня все время крупный план каждого лица, где четко видно, у кого какой взрыв мозга происходит. Какие там протесты, возражения, возмущения и так далее. О, крутенько. Я же не случайно поговорила, знаете, подвинемся. Я сидела, мне все не так. Все не так. Не так говорить, не так делать. Но я шучу, конечно, в прямом смысле этого слова. Вот та глубина и тонкость, и открытие, которое Алин сделал, вот, в онлайновой работе, вот эти микродвижения, все они очень четко видны. И, Ира, правильно, смысл-то нашего с вами общения. Уловить идею и дальше все-таки остаться в творчестве, а не в варивании. Все виды интерпретаций, это уже личная ответственность каждого, кто берется смелость использовать этот протокол. Я сейчас озвучу. Задайте вопросы или поддержите меня, или опровергните. Правильно ли я поняла, что сейчас, когда мы разделимся на залы, речь будет идти следующим образом. Я прошу тебя быть носителем информации, ну, как я говорю, или представителем, как французы говорят, или заместителем, как в классике принято. Или, ну, ваш личный термин, которым вы пользуетесь на группе. Я прошу тебя вот нести информацию вот об этом. Я здесь сделала большую паузу, чтобы вот тут каждый определился. Я сразу, когда Светочка написала про костный мозг, вот у меня ощущение, я не знаю, чего нельзя выносить на носитель. Смысл. Зачем, да? Сам факт выведения информации на материальный носитель есть способ разряжения некого напряжения, замыкания контура. Вот тут не добавить ничего. Ну, что произошло? А сменилось напряжение, сменилось состояние. Как умной, ей там достаточно что-то будет. Итак, я прошу тебя быть носителем информации. Дальше. Мы рассказываем о физических ощущениях, которые идут в процессе. Наблюдаем за ними и даем им произойти. И вот здесь, Олег, спасибо тебе. Если бы это был кто-то другой, не ты. Я бы так не сказала. Отсутствие аналитики. Вот Олегу доверяю, не шучу. Поэтому, когда вот твое открытие, оно совпало, как вдруг я почувствовала, как это связано там с сердцем. Так вот, по возможности, все-таки отсутствие аналитики, фактаж, что происходит. Дать процессу. Да, аналитика приходит потом, потому что я вдруг вспомнил, что сердце – гормональный орган. И оно вырабатывает, в том числе, серотонин, о котором говорила Алина. Слушай, медицинская химия, не грузи наукой. Хорошо, ладно, замолчал. Это вот то, о чем я говорю. Ребята, мы все здесь очень умные. И вот этот ум сейчас сыграет… В общем, у нас есть опасность с водой выплеснуть младенца. У нас есть опасность зернышко с шелухой выкинуть. Давайте останемся… У нас цель какая? Сейчас каждый попрактикует для себя. У нас будет на экране будет три человека. Вы разделитесь на залы. Если кто-то куда-то не попадет и не будет там, и вы будете делать, вот как Ира нам сейчас показала, я прошу… Ты согласен быть информацией вот об этом? Следующий момент. Описание состояний. В это время, когда Алина… Я смотрю, когда я слышу его голос, у меня происходит, вот этот вот диалог. Где ваши инсайты, открытия остаются где? С вами. Главная информация… Вот Алекс шикарно сказал. Аналитика включится когда? Потом. Вот. И рабочие фразы по взаимодействию с этой клеткой… Ира, повтори, пожалуйста, еще раз, для всех рабочие фразы, которые… Они могут быть свои, но смысл этих фраз какой? Ну, первое, что я тебя вижу. Все мое внимание на тебя. Установили контакт. Даже если смотреть на нее не хочется. Контакт, да. Контакт. Или я не вижу, или я не могу на тебя смотреть. То, что есть, правда. По факту. Описание по факту касательно следующее… Можно на тебя смотреть или что? Скажи, возможно ли говорить такие фразы «я не ожидал» или «я удивлен» или «я…» Главное не врать, да? Главное – описывать процессы, которые у тебя происходят. Просто он, что ничего не придумывал от себя. Другой момент. Я категорически… Клиент говорит эту фразу, пусть не говорит. Пусть говорит. Смотрите, я поделюсь. И когда я слышу «я думаю» или «мне кажется»… Вот это слова-паразиты, которые опасно включать в процессе работы. Ни о каком «я думаю» речь идти не может. Речь идет о том, что я только что ощущаю. Я просто предлагаю сейчас не брать особо больных органов там совсем уж, да, сложных работ каких-то, чтобы они не затянулись по времени. Или может быть второй вариант – взять всем один и тот же орган. Ну, здесь давай так. Тут народ сильно опытный. Народ сильно опытный и захочет еще и поэкспериментировать. Это уже ответственность каждого. Это ответственность каждого. Мы знакомимся с протоколом последовательности работы с материнской клеткой. Вы здесь… Послушайте, потом еще один из важных моментов – это спросите, чем я могу помочь. Вот, это важная фраза, да. И получите, что нужно сейчас в материнской клетке. Ее нужно, с ней нужно гулять на улице, спортивная нагрузка, кормить… Да, раньше за френией играть не будем. …фитальной, да? Вот, ребят, я так предлагаю. Давайте останемся адекватными, не будем уходить в наши фантазии, пятые и десятые. Потому что со стороны, даже самим для себя. Вот я сижу, с своей клеткой разговариваю, да? Ну-ка встаньте ногами на землю. Как это выглядит для нормального, обычного человека? Вы все продвинутые, да. Как там Пугачева говорила? Я с печенкой договорюсь. Не шутила собака. Ух, молодец. Но мы с вами не с клетками разговариваем. Мы находимся в уровне своих ощущений. И формирование какого-то понимания. Поэтому рекомендация – это понятие какое? Относительно. Если заместитель что-то скажет, вот мне чего-то… Вот мы с тобой работали. Ты меня спросила? Нечего мне тебе было сказать. Меня как придавило, раскрутило, завернуло. Я нам до сих пор прозреваю от той парной работы, которая у нас с тобой была. Ну, это было отдельно. Это редко такое бывает. Вот это видеть трансформацию на глазах, переход на другой уровень. Это просто редко такое бывает. Я же тебе говорила, что я видела вот еще с одним человеком два раза. И все. Причем зрительная система – это высокий уровень. Я просто о чем рассказываю тебе сейчас? Говорю, что здесь все творческие, серьезные, самостоятельные. Принцип один. Попросить информацию выйти. Терпеливейшим образом выслушать ощущения, выслушать свои. В словах первое – установить, я тебя вижу, не вижу. Я реагирую, удивлена, неудивлена, там, удивлен, там, покорен, там, еще чего куда как, да. И потом, да, чем я могу быть тебе полезен? Или еще попроще, ты что от меня хочешь? Хорошо, давайте. Алиний кишечник четко сказал. Как только я у тебя болю, клизму сделала и на воздух после того, как почистилась. А вот. Вот тут предложение. Сердце, еще что-то. Ребят, вы все взрослые, пионеров тут нет. Твори, выдумывай, пробуй. Ну, только я обожаю свои группы. Вождь всегда прав. Вождь у нас Ира. Если вождь не прав, что? Я, вот тут пишут, то сердце взять. Я не поддерживаю. Не начинайте с этого. С сердца может быть... Согласна. Я по другой... Вот я как раз про следующие два пункта. Пункт третий. Если вождь не прав, смотри, пункт первый. Третий пункт. Смени вождя. И четвертый пункт есть. Стань вождем сам. Вот в этой аудитории это приветствуется. Претендую на авторство. Так что давайте, включайте все четыре пункта. Это ваш выбор. Сменить вождя, стать вождем самому, то есть взять ответственность за работу на себя. По схеме. Есть вопросы? Нет по схеме. Итак, сейчас я делю на сессионные залы. Господи, дай Бог здоровья. За минуту... Значит, давайте определимся. 20 минут или 30 минут? Сколько дать времени? Я думаю, 20 достаточно. Так, хорошо. Да. Значит так. Какое счастье, что мы с вами на расстоянии. Что вы не выделите друг другу глаза, волосы. Не обплюете, когда вас будет что-то возмущать. Это же просто потрясающе. Хорошо. Мониторы берегите. Не бейте в них сразу чем-то. Но будьте при этом проявленными. Если кто-то куда-то там не зайдет... Вот смотрите, у меня здесь назначат 19 участников. Во сколько там у нас получится? В 6 залов, да? Вот. Я ставлю 6 залов. Если у кого-то... Ставлю автоматически. То есть куда раскидает. За минуту до конца у вас появится сигнал. Через 60 секунд назад. И вот тут будем ругаться дальше. Приготовьте помидоры. Что там еще надо? Ну так, чтобы по-взрослому высказать всю правду в глаза. Написала 3. Почему 60? Не, ну 6 залов. Нас тут 20 человек. Меня считать не будут. Елы-палы, я буду в этом, как его называют. Ну кому-то подключить. Вот. И так смотрим. Сейчас. Угу. Угу. Продолжение следует...